Дизайнеры из китайской компании Toys Asia создали полноразмерный костюм железного человека, героя комиксов Marvel. Внешне костюм напоминает тот, в котором Роберт Дауни-младший исполнял роль супергероя в серии фильмов. В оборудовании 567 деталей, приводимых в действие 46 двигателями. И собирать игрушку покупателям придется самостоятельно. Цена – 360 тысяч долларов. В городе Аутсборг, Германия, обезвредили авиационную бомбу, из-за которой эвакуировали 54 тысячи человек. Городская власть приготовила для эвакуированных места в школах и спортивных залах, где людей, в частности, кормили гуляшом и овощным супом. Однако услугами таких приютов воспользовались только около тысячи человек. Остальные поехали к друзьям и родственникам. Британский боеприпас времен Второй мировой войны обнаружили в историческом центре Аутсбурга. Людей эвакуировали в радиусе полутора километров от места находки. Французский художник Бенедетто Буфалино сделал из бетономешалки огромный диско-шар. Буфалино покрыл вращающуюся емкость машины пластинами, отражающими свет, а также встроил в грузовик точечные светильники. Семьи, друзья, соседи, незнакомые люди – все оказываются на импровизированном танцполе, когда бетономешалка встает на углу улицы, – восторженно заявляет изобретатель. Полиция австралийского города Лонсестон была вынуждена снимать с одной из местных машин 200-килограммового морского котика, который был обнаружен в жилом доме в 50 километрах от океана. По словам местных жителей, сначала морского котика видели посреди шоссе, а затем на капоте одного из окрестных автомобилей. Впрочем, первая машина, на которую забрался обитатель океана, по всей видимости, показалась ему неудобной, поэтому он перелез на другую. На каждом транспортном средстве котик оставил достаточно серьезные вмятины. Исследователи из Рочи Астровского университета обнаружили на острове Аксель-Хайберг – окаменелости ранее неизвестного вида доисторической птицы. Возраст, найденный окаменелостью, около 90 миллионов лет, что делает такую находку одной из наиболее древних среди останков пернатых, живущих когда-либо в северных широтах. Кроме того, открытие представляет дополнительное доказательство, что в позднем меловом периоде Арктика испытала значительное потепление.